Фасолевая похлебка. Это очень вкусно и питательно. Испробуйте грузинский вариант приготовления этого блюда. Существует немало способов приготовления фасолевого супа. Однако они не очень отличаются друг от друга. Советую вам приготовить фасолевую похлебку по этому рецепту. Это грузинский вариант приготовления, который несколько отличается от привычных для нас рецептов. Вкус получается более насыщенный и остреньким. Подавать похлебку можно с черным хлебом. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Фасоль замачиваем на 3-4 часа, чтобы она размягчилась и отдала воде вещества, которые не перевариваются организмом. 2. Затем выкладываем фасоль в кастрюлю, заливаем водой и варим до готовности. Если вы любите острое, очень острое, можете бросить в кастрюлю перчик чили. Также можно добавить лавровый лист. 3. Лук мелко нарезаем. 4. Морковь натираем на терке. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Чеснок очень мелко нарезаем и, спустя полчаса после того, как вскипела фасоль, добавляем в кастрюлю. 6. Затем мелко нарезаем зелень. 7. Лук обжариваем на растительном масле до прозрачности, слегка присыпаем сахаром и еще немного обжариваем. 8. Добавляем к луку морковь и продолжаем обжаривать. 9. Когда фасоль будет готова, добавляем к ней лук с морковью, продолжаем варить. 10. Далее разбавляем томатную пасту половиной стакана воды, выливаем смесь на разогретую сковороду и даем повариться. Затем добавляем в сковороду 1 столовую ложку красного вина, тщательно перемешиваем. 11. Выливаем в кастрюлю с фасолью. 12. Ждем, когда вскипит похлебка. 12. Солим, посыпаем нарезанной зеленью и хмелисунь или, если вы добавляли перчик чили, теперь настало время вытащить его из кастрюли и выкинуть. 13. Выключаем плиту и даем похлебке немного настояться. 13. Блюдо готово к употреблению. Приятного аппетита! 14. Ставим лайк и подписываемся. 15. Нам понадобится Фасоль, 300 грамм, лук репчатый, 1-2 штук, морковь 1 штука, крупная, томатная паста, 2 столовые ложки, сухое красное вино, 1 столовая ложка, чеснок, 3 зубчика, перец чили, 1 штука, по желанию, сахар 1 щепотка, зелень, по вкусу, кинза, петрушка, укроп, приправа хмелисунь или, по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 8. 15. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.